Аллилуйя 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 Написано, присоединялось к Господу. И даже священники, которые сначала были против этого, против Христа, против его учения, многие священники присоединились к Господу. В пятой главе мы можем прочитать, Теяния, пятая глава, 14 стих. «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин». И Церковь в Иерусалиме за очень короткое время достигла 20 тысяч человек. Можете себе представить, какой рост? Причем очень быстро это произошло. И, конечно же, такая победа, можно сказать, в Церкви, она не могла остаться без реакции, без противодействия со стороны прежних религиозных лидеров, со стороны последователей иудаизма. И как лидеры иудейских общин, как служители, священники, члены Синедриона, так и фарисеи, все они начали кампанию против Церкви. И начались серьезные гонения. И первым мучеником, вы знаете, стал Стефан, диакон Стефан, которого побили камнями. И после этого гонения распространились на всю Церковь. И тогда, до этого, Церковь находилась в Иерусалиме. Им было комфортно, им было хорошо. Они все уже друг друга знали, вместе служили. Написано, собирались в храме, собирались по домам, преломляли хлеб, служили Богу в простоте, и висели сердце, и все у них было общее. То есть, такое вот процветание такое, знаете, пришло. Но начались гонения. И пришлось этим священникам, простите, этим первым христианам, пришлось покинуть Иерусалим. И вы знаете, иногда так бывает, что чтобы нас сдвинуть, чтобы мы вышли из точки комфорта, нужно на нас как-то надавить. Бывает такое? Бывает, знаешь, что надо что-то в жизни изменить, но ты уже привык так понакатанно, все идет, все хорошо, все удобно, но Бог хочет, чтобы ты шел дальше. Нужен толчок. И вот таким толчком здесь послужили гонения. Да, это больно. Да, им пришлось очень серьезно переживать из-за этого. Но благодаря этому они вышли за пределы Иерусалима и стали проповедовать везде. В Иудее и в Самарии. Давайте Деяние 11 главу прочитаем с вами. 19 стих. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего апостола Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. И вот поначалу они проповедовали только иудеям, только своим по вере. Говорили, мы ждали Мессию, Мессия пришел, мы ждали Спасителя, Спаситель пришел, и снова присоединялись люди. По всей Иудее возникли церкви. В Самарии возникли церкви. Но мы помним пророчество Иисуса. В чем оно заключалось? Проповедано будет Евангелие в Иерусалиме. Дальше. В Иудее и Самарии. И до края земли. Богу было недостаточно, что в Иудее и Самарии проповедовалось. Нужно было идти дальше. И вот здесь, в этой же главе, 20 стих, были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам. Эллинами называли всех грекоговорящих за пределами Израиля. То есть все вот эти народы, они всех их называли эллинами. То есть не только греков. И вот говорили эллинам, проповедуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними. И великое число уверовав обратилось к Господу. И вот началась проповедь Евангелия язычникам, как их называли иудеи. Язычникам, то есть говорящим на других языках. И вот это служение, оно стало очень успешным. И одним из главных служителей вот этого проповеди язычникам стал, всем вам известно, апостол Павел, который совершал миссионерские путешествия. Он был благословлен церковью, по пророчеству стал апостолом язычников. И он ездил в разные места под водительством Духа Святого. И там проповедовал, 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 проповедовал Евангелие. И очень быстро были охвачены города. Можно карту показать уже? Иудея находилась в составе Римской империи. То есть была одной из провинций Римской империи. Правая часть Средиземного моря, вот тут находится Иудея. Так называемый благодатный полумесяц. И вот оттуда апостол Павел совершал свои поездки. И очень быстро. Малая Азия – это территория современной Турции. И Греция, Македония. Там возникали церкви. Церкви, которую открывал апостол Павел. Я вам скажу, что также и другие апостолы, они тоже вышли за пределы Израиля. И проповедовали в самых разных странах. Я вам скажу, что во всем вот в этом есть Божье провидение. Что церковь родилась в то время, когда огромная территория была объединена в пределах одного государства. Огромной Римской империи. Даже сейчас на этой территории множество отдельных государств. Множество. А тогда было одно. И поэтому между разными частями империи не было войн, не было конфликтов. Везде стояли римские гарнизоны. И процветала торговля. Может, следующий слайд. Вот на таких вот кораблях. Это финикийский корабль. Такое самое торговое государство Финикия. На таких кораблях торговцы свободно плавали по Средиземному морю и торговали. Следующий. Вот это вот, то, что вы видите здесь. Это сохранилась римская дорога. Которую уже больше двух тысяч лет тогда строили лучше, чем сейчас дороги. У нас асфальт сходит вместе со снегом на следующий год. А здесь она сохранилась до сих пор. И вот такими дорогами, как артериями, вся империя была связана между собой. Потому что в разных частях империи часто вспыхивали восстания, бунты. И для того, чтобы римские легионеры могли очень быстро добраться до места восстания, до места бунта, эти дороги были проложены по всей Римской империи. Очень качественные. Я даже видел схему, как их строят. Очень серьезно к этому подходили римляне. И вот по этим дорогам на тех кораблях передвигались и миссионеры. Где-то пешком, где-то с караваном, где-то с попутным торговым судном. И они могли по всей империи очень быстро для того времени и свободно перемещаться. И вот в этом есть Божие провидение. Церковь, она, выйдя за пределы Израиля, очень быстро стала распространяться по всей Римской империи. И следующий слайд. И даже римские легионеры стали носителями Евангелия. Они, как и все люди, нуждались в Боге. Многие из них принимали христианство. И сами становились благовестниками. Проповедовали своим же сослуживцам. А когда их посылали в другой гарнизон, в другую часть Римской империи, они проповедовали там. И вот по этим причинам, потому что была единая Римская империя, была свобода в плане передвижения, церковь очень быстро распространялась. И рост церкви был стремительным. Историки подсчитали, что в среднем количество людей в ранних церквях возросло с 30 человек. Представляете, проповедь 30 человек сидит. В среднем за какие-то там несколько десятков лет от 30 человек до 40 тысяч в отдельном городе. Это в среднем. Где-то больше, где-то чуть меньше. То есть христиан стало вдруг очень много в Римской империи. Этот рост напоминает взрыв. Настолько было успешным Евангелие. В самых крупных городах империи возникли большие и влиятельные церкви. Большие и влиятельные церкви. В одной из таких церквей служил апостол Павел. Это было в Антиохе. Это крупный город Сирии. И Сирийская церковь, в которой, вы знаете, что много христиан в Сирии до сих пор, они берут начало именно с того времени. Почему римские граждане самых разных национальностей обращались к Богу? Почему? Что служило причиной? Конечно же, помогало также то, что был единый язык во всей этой Римской империи. Греческий язык. Вы знаете, что Евангелие написано на греческом языке. Как Советский Союз, который объединил множество народов, в Советском Союзе какой стал язык общения? Русский. И ты приходишь на рынок, а там армянин с таджиком разговаривает. На каком языке? На русском. И друг друга понимают. И точно так же было в Римской империи. Из-за торговли, из-за этих связей был греческий язык. Это наследие империи Александра Македонского, который как раз объединил все эти народы до Римской империи. Все говорили на греческом языке. И можно было прийти в любую, если ты знал язык, прийти в любую часть Римской империи и проповедовать. Так же делал апостол Павел. Приходил в какой-то город и проповедовал язычникам на греческом языке. Но не только язык достигал сердец людей, конечно, а та неудовлетворенность, которую люди имели от современной им религии. Вы знаете, что был пантеон греческих, потом римских богов. Они верили в этих множество богов. Юпитера, Нептуна, разных-разных богов. Но образование уже шагнуло далеко вперед, и многие люди воспринимали это больше как легенды. И почитали богов больше по привычке, как религия. И на самом деле глубокой веры в них не имели. И к тому же вот эти боги вели себя так, вот в этих мифах греческих и римских, вели себя так же, как люди. Там были у них интриги, убийства, измены и все такое. И люди были разочарованы в этих богах. И многие из этого обращались к философам. Но философы, пытаясь объяснить существующий мир, тоже не давали ответов. И вдруг приходят люди, которые дают надежду. Надежду на жизнь вечную. И эта надежда сопровождается явлением силы и духа, проповедью веры. Апостол Павел говорил, «Мое служение не в убедительных словах человеческой мудрости, чем философы занимались, но и служение в явлении духа и силы». Он проповедовал так, что касалось не только разума людей, касалось это их сердца. И когда они слышали эту проповедь, у них появлялась надежда, что жизнь не бессмысленна, что жизнь не находится в руках судьбы, что есть Бог. И в его руки можно смело отдаться, потому что ради них он отдал своего сына. И вот это помогало людям обретать веру. И множество-множество становилось крестьянами. Настолько много, что, например, в Эфесе, это был один из крупнейших городов Малой Азии. И там стоял храм, который являлся тогда одним из семи чудес света, храм богини Артемиды. И, конечно же, вокруг вот такого грандиозного храма была развернута торговля, как это всегда бывает. И там ремесленники получали большой доход, изготавливая серебряные изображения храма и серебряные статуэтки Артемиды и Эфеса. Но когда в Эфесе появились крестьяне, очень быстро церковь в Эфесе достигла, по подсчетам историков, 50 тысяч человек. Заметьте, это античные города, это не миллионники нынешние. Миллионником был Рим сам, там было около трех миллионов человек. А здесь гораздо более скромные города по сравнению с Римом. И вот 50 тысяч человек. Некоторые говорят, что 100 тысяч. Разнятся цифры. Но неважно, очень много. И поэтому в Эфесе даже вспыхнул бунт этих ремесленников. Они говорят, эти христиане своей проповедью всех отвратили от нашего храма. Никто в него не ходит. И мы останемся без прибытка. И они там целое восстание устроили. Кричали, великая Артемеда Эфесская, великая. Пришлось там властям вмешиваться, чтобы это все утихомиривать. То есть вот то, что произошло тогда в Эфесе, говорит о том, каким образом церковь росла и развивалась. И на самом деле для историков это было удивительно. Они искали причину, почему это произошло. И о причинах мы потом в конце с вами поговорим. Мы, конечно же, успеем все, я успею все сказать. И римляне сами, несмотря на то, что церковь появилась в разных частях Римской империи, поначалу римляне не обращали внимания на христиан. Почему? Потому что они считали, что это очередная иудейская секта. Вы знаете, что есть иудаизм, и есть генеральная линия иудаизма, но и там есть свои различные школы. Были есеи, были саддукеи, были фарисеи. И думают, ну еще какие-то христиане появились. Для них это было все одно. Иудаизм официально в Римской империи был разрешен. И поэтому думают, они спорят о своем учении. Помните, когда Павел пришел к одному правителю римскому, он говорит, ой, да это споры о вашем учении, мне это неинтересно. И вот так же римлянам было неинтересно, спорят о своем учении. Иудеи пускай, хоть перебьют друг дружку, нам все равно. И к тому же к иудеям тоже относились подозрительно, из-за того, что они не почитали римских богов. И вот, ну знаете, одно событие, одно событие коренным образом изменило отношение римлян к христианам. Что это за событие? Это событие падения Иерусалима. Падение Иерусалима. Ну поначалу покажите нам синагогу. Вот это разваленность в синагоге в Капернауме. И таких синагог было построено по всей Римской империи. Потому что евреи, они уже расселились повсюду. Они торговали, получали прибыль. Но для того, чтобы почитать Бога, они собирались в подобных синагогах. И апостол Павел, когда он приходил в какой-то город проповедовать, в первую очередь он шел куда? В синагогу. Я вам скажу, что образ служения церкви, вот даже до сих пор, он основывается на образе служения в синагоге. Помните, как Иисус служил в синагоге? Приходил, что делал? Открывал Писание, читал и толковал. Вот что делалось в синагогах. И христиане, они делали то же самое. И там была молитва, поклонение и разбор Слова Божия. Именно по такому типу служения распространялись по всей Римской империи. Где-то люди в синагогах принимали Христа и христианство, и синагога становилась центром проповеди Евангелия. Где-то отвергали и изгоняли даже проповедников. Тогда те собирались в другом месте, находили какое-то здание, дом какого-нибудь знатного человека, который принял Христа. И собирались в этом доме. И вот такие синагоги, они послужили базой для распространения вот этих поместных христианских церквей. Но какое же событие-то послужило изменению отношений римлян к церкви, к христианам? Это событие падения Иерусалима. Падение Иерусалима. Вы помните, Иисус ученикам однажды сказал, когда они его спросили, «Ты видишь храм?» У нас есть храм, да? Храм. Ты видишь храм? Посмотри, какой величественный храм. Этот храм построил Ирод, Ирод Великий. Он много вложил туда сил, средств. И вот видишь этот храм? Какая красота. Иисус посмотрел на этот храм и говорит, «Я вам, знаете, что скажу? Камня на камне не останется, все будет разрушено». Он высказал это пророчество. Все будет разрушено. И вот это пророчество Иисуса исполнилось в 70-м году. Ему предшествовало восстание, которое произошло в Иудее. Периодически тогда вспыхивали восстания, они жестоко подавлялись, но это восстание было успешным. Бунтовщики сумели поднять очень много народа на это восстание и в конце концов изгнать римские войска из Иудеи. Там стоял гарнизон обычный, неусиленный. И они смогли организоваться и выбить этот гарнизон за пределы Израиля. И обрадовались. И говорили, вот, наконец-то, Бог дал нам спасение, потому что они думали, что спасение заключается в том, чтобы их страна стала независимой от оккупантов. Они думают, что спасение – это когда в Израиле будут править израильтяне и изгонят этих римлян. Мы знаем, что спасение Господа заключается в другом. И они обрадовались, они сказали, Господь на нашей стороне. Все. Но римляне подготовились, снарядили большую экспедицию и очень быстрыми темпами подавили это восстание в Израиле. И в конце концов, в 70-м году будущий император Тит осадил Иерусалим. Это была жестокая осада. Люди голодали. Люди ели своих детей. Как и в Библии в пророчествах написано. Очень много людей погибло там от голода, от эпидемий. И в конце концов, город был взят. И когда римляне ворвались в Иерусалим, они крушили все, они грабили все. И в храме произошел пожар. Очень сильный пожар. Из-за того жара, который был там, а храм он полностью был изнутри золотом украшен. Там все золотое было внутри. Ирод Великий не поскупился, чтобы величие Бога или, может быть, свое величие показать. И вот весь храм был золотой. И когда пожар случился, это золото в храме растеклось и затекло под камни, между камней. И затем римляне, для того, чтобы это золото все добыть, они разобрали храм. И не осталось от него камня на камне, как и говорил Иисус. Причем, я вам скажу, римляне, они ценили произведение, архитектуры, но в данном случае даже их любовь к красоте не спасла этот храм. Он был полностью разрушен. А иудеев, которые принимали участие в этом восстании, распяли вокруг города, прямо вокруг стены городской были поставлены кресты, на которых были распяты как бутылщики, так и жители Иерусалима. А остальных всех угнали в рабство. И вот на следующем слайде вы увидите барельеф, который... Вы можете приехать в Италию, в Рим и увидеть этот барельеф. Он находится на триумфальной аркетите того самого полководца. Он потом стал императором после этого. И вы видите, на этом барельефе показан триумф римлян, когда они входят в свой город Рим, неся добычу из Иерусалимского храма. И вы узнаете, конечно, тот самый светильник, который стоял в храме, и он стал добычей римлян. И на следующем слайде вы можете увидеть эту триумфальную арку. Вот она стоит, старая уже, много ей лет, но стоит до сих пор в Риме. Почему же после этих событий христиан стали считать отдельной религией от иудаизма? А потому, что христиане, многие христиане исполнили пророчество Иисуса, которое Он сказал в Луке, в Евангелии от Луки, 21 главе. Так, Луки, 21 глава, 20 стих. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. И вот христиане, когда увидели, что это произошло, Иерусалим, он был окружен войсками, потом, вы знаете, отбились вот эти повстанцы, и потом он снова был окружен войсками. И христиане, вспомнив пророчество Иисуса, отделились. Отделились. И римляне, они видели это, поняли. И поэтому христиан стали считать чем-то другим, отдельной от иудаизма религии. Причем, вот осада началась после того, как люди пришли на Пасху. На Пасху стекалось множество народа с разных самых стран. И многие из них шли на этот праздник Пасхи прямо по тем же дорогам, по которым катились римские колесницы для того, чтобы начать осаду города. Они шли, они зашли в город, и началась осада, город был закрыт. Но христиане, многие избежали вот этой печальной участи, вняв предупреждение предупреждение Иисуса. И вот, во-первых, христиан стали считать отдельной религией, отдельным вероисповеданием. А во-вторых, христиане остались без храма. Многие христиане были привязаны к храму, потому что они думали, вот это место поклонения. Но тут они уже осознали, что вот те слова, которые говорил апостол Павел, что Бог не живет в рукотворенных храмах, они касаются каждого верующего, что не надо искать определенное святое место для того, чтобы поклоняться Господу, что можно поклоняться Господу в духе и в истине в любом месте. И тогда собрания, они проводились повсюду, повсюду, но со стороны римлян, которые обратили внимание на христиан, начались жестокие гонения. Первое гонение начал император Нерон. Он придумал хитрую историю. Немножко про Нерона успею рассказать. Нерон был император, который считал себя художником и поэтом. Он считал себя очень одаренным. Вы читали хоть одно стихотворение Нерона? Никто не читал? Я тоже не читал. Поэтому я думаю, что он завышал завышал. Самооценка у него была завышена. Но он себя таким считал. И когда он смотрел на Рим, император Римской империи, который половина Рима застроены трущобами, помои текут по улицам, говорил, это недостойно великого города, великого императора. И он думал, как бы мне снести все эти постройки. Я ничего не мог придумать, потому что там же множество людей живут, они же бунт поднимут, а бунта боялись все императоры. И тогда он придумал сжечь это все. И когда пожар произошел, возмущенный, там очень много сгорело, людей погибло, множество построек сгорело, люди приходят к Нерону и говорят, там бунт, приходят к императору, что такое, что происходит, что за поджоги. И Нерон придумал хитрую отговорку. Он сказал, разве это я? Это христиане подожгли. Они же говорили, огонь сведем с неба на землю. Иисус обещал не свести огонь на землю. Вот они и подожгли. Иисус говорил об огне Духа Святого. Ну какая разница ли император? И вот тогда христиане стали ненавидимы очень многими римскими гражданами и они поддерживали те гонения, которые на них начались. Сам Нерон арестовал, ну с приказа Нерона были арестованы множество христиан различными способами. Они были казнены. Один из способов, который доставлял этому эстетичному императору удовольствие, он, христиане были привязаны к столбам в его парке, облиты смолой и подожжены. И он гулял со своей свитой среди вот этих живых факелов. Мы видим, насколько развращен был этот человек, и он печально закончил свою жизнь, но именно он развязал вот эти серьезные гонения на христиан. И впоследствии христианство, оно было объявлено вне закона. Покажите вот следующий слайд. Вне закона. И когда уличалось, что человек является христианином в любой части Римской империи, чаще всего он подвергался какой-нибудь унизительной казни. Одним из способов казни христиан было убийство их в цирке, в Колизее. Останки, которые вы можете видеть до сих пор в Риме. Вот в этом Колизее, это вообще было место для развлечения, там устраивались гладиаторские бои, различные соревнования там устраивались, и в том числе различными способами там казнили пленных. Войны происходили практически постоянно в разных частях империи, и когда захватывали пленных, часть из них обращали в рабство, а часть для потехи публики. И когда пленных выводили в этот цирк, их заставляли сражаться с гладиаторами, и те их убивали, или выпускали на них диких зверей, и те их раздирали, наряжали их в эти овечьи шкуры, чтобы звери побыстрее на них нападали, и так далее. Это было обычным развлечением для граждан Рима, и они требовали, это было бесплатно всегда. И поэтому они требовали хлеба и зрелищ, хлеба и зрелищ, потому что это было бесплатно. Хлеб и зрелища для того, чтобы толпа была лояльна к императору, это было очень часто. И вот теперь настала участь христиан подвергнуться таким же наказаниям, таким же испытаниям, но христиане вели себя иначе, чем все люди до этого. Потому что люди, которые оказывались лицом к лицу со смертельной опасностью, они кричали от страха, они пытались избежать этой смерти, или отчаянно сражались с этими гладиаторами, пытаясь защитить свою жизнь. Но здесь сражаться они отказывались, а когда выпускали на них диких животных, они вставали на колени и пели хвалу Господу. И животные нападали на них, раздирали, и никаких криков отчаяния, никакого страха не было у этих людей. И вот это потрясало очень многих людей, которые приходили посмотреть на зрелище. Одним из них был человек, который впоследствии стал богословом, его звали Тертулян. Он пришел как римский гражданин, поразвлечься, пришел в цирк, и когда он увидел вот это зрелище людей, стоящих на коленях и воздающих хвалу Богу, он был просто потрясен. Такого он не видел никогда. И впоследствии он искал встречи с такими людьми, и познакомился, и обратился ко Христу, и стал потом очень знаменитым апологетом, потому что человек был образован, грамотный. И вот вот что он сказал. Кровь мучеников – это семя церкви. Потому что то впечатление, которое оказывали вот эти казни на римлян, оно было очень сильным, и подсчитано, что на одного казненного в цирке христианина приходится два новообращенных римлянина. И при этом церковь находилась вне закона. Официально эта религия была запрещена. Всякие небылицы рассказывали про христиан. То, что они пьют кровь младенцев, поклоняются ослинной голове, устраивают оргии. Но вы знаете, ничто не ново. И сегодня про евангельских христиан часто такие же небылицы рассказывают. И вот несмотря на это христиане собирались, проводили свои богослужения. Хочу прочитать выдержку из одного письма. Можно следующий слайд? Вот на этом слайде изображено жертвоприношение римским богам. Одним из таких богов считался император. После Нерона были другие императоры и периодически они тоже возобновляли эти гонения. И одним из условий показать свою лояльность императору и официальной религии было принести жертву перед статуей императора. Ни один христианин не мог этого сделать. И вот проверяли. И вот переписка между одним из губернаторов Римской империи и императором. Недавно мне было доставлено анонимное обвинительное письмо, которое заключало в себе именно целого ряда лиц, которые при допросах отрицали свою принадлежность христианам, призывая богов, как и я им предписал. И приносили в жертву фемиам и вино перед твоим изображением. И поносили в то же время Христа. Ясное дело, что к этому не допустит себя ни один истинный христианин, как мне говорили. Поэтому я почел за лучшее отпустить их. То есть были анонимные письма, иногда хотят чужими руками расправиться с конкурентами или врагами. были анонимные письма, он призвал этих людей и сказал проклинайте Христа. Проклинаем. Поклоняйтесь императору. Поклоняемся. Ну хорошо. Вы не христиане. Идите. Легко было проверить, кто такие истинные христиане. Другие сначала признавали себя христианами, а потом снова отрекались. Я вам скажу, что не все были героями. Очень много людей перед страхом смерти отрекалось от Христа. Но не все. Очень было много людей, которые несмотря ни на что, несмотря на страх смерти, несмотря на опасность оставались христианами. И таких людей подвергали конечно мучениям, подвергали пыткам, подвергали казням. Поэтому приходилось христианам проводить тайные собрания. Одно из мест таких собраний это были римские катакомбы. Можете показать следующий слайд. Это подземелье. В Риме очень много было подземелья. Целые ходы, галереи, залы. И в этих подземельях христиане собирались, проводили богослужения. И когда умирали верующие, там же их и хоронили. Или были подвергнуты казни, там их хоронили. Подсчитано, что христианских могил, ранней церкви христианской насчитывается только в этих катакомбах около 7 миллионов. Вот одно из надгробий христианской мученицы именно в этих катакомбах. Итак, несмотря на гонения, я вам скажу, что церковь продолжала расти. Продолжала расти. И вот теперь покажите вот мне предыдущий слайд, который был. Да, вот это. Продолжала расти и основывалась церковь на небольших собраниях, которые проходили могли проходить в одном из домов или в катакомбе, или еще где-то. Это были вот те самые небольшие группы поместных церквей, которые могли, их несколько могло собираться по всему городу. И служение проходило таким образом. Сохранились исторические данные, исторические факты, что люди обычно в первые недели, в воскресенье, вечером, потому что он не был в воскресенье, не был выходным днем, был обычный рабочий день, вот вечером на закате солнца люди собирались вместе, и пока они собирались, кто-то брал тимпан, какие-то музыкальные инструменты и начинали восхвалять Бога. Когда все собирались, тогда один из людей, который считался старейшиной, он брал слово, читал его, истолковывал его, после этого совершались молитвы, песнопеяния так же, молились за нужды, за проблемы друг друга, и согласитесь, то, как мы проводим служение, похоже на служение ранней церкви, это не случайно, потом, когда мы с вами будем говорить о продолжении истории церкви, увидим, как церковь видоизменилась годами, и как она потом возвращалась к тому самому раннему апостольскому образцу служения церкви. Вот так проходило служение церкви, но во время этого служения Бог очень сильно касался этих людей, и происходили разные невероятные зачастую вещи, и вот прежде чем я о них скажу, хочу сказать, в чем же причины такого успеха ранней христианской церкви, в чем причины, потому что сейчас, знаете, многие ищут какие-то рецепты, как нам увеличить рост церкви, как нам завоевать те или другие города, церковь без стен, и так далее, различные рецепты, как сделать так, чтобы распространялась Евангелие, люди приходили в церковь, надо посмотреть на раннюю церковь, почему у них были такие успехи, почему они завоевали такие огромные территории, так множество людей призвали, и историки, изучая раннюю церковь, определили несколько важнейших причин, во-первых, это преданность лидеров, лидеры, на самом деле, являлись для церкви примером, все апостолы, кроме апостола Иоанна, погибли мученической смертью, кого-то распяли, кого-то расстреляли стрелами, кого-то обезглавили, все апостолы погибли до единого, многие, ну, кроме Иоанна, потому что он должен был последнюю книгу Библии написать, Иоанна Богослова, первые отцы церкви, то есть первые лидеры, настоящие лидеры церкви, тоже погибали, и вы знаете, для меня это является очень хорошим примером преданности, преданности служению, преданности Христу, я даже прочитал небольшую статью о войне за Фолклендские острова, многие из вас даже не знают, что это за острова, но неважно, там был спор за острова между Аргентиной и Великобританией, и для того, чтобы защитить территорию, которую англичане считали своей, они направили туда войска, и в войсках были солдаты, которые никогда не нюхали пороху, можете себе представить, то есть никогда не сражались, а тут война, это было в 80-е годы, и когда они залегли на позиции и засвистели первые пули, солдат примагнитил их к земле, хотя они были обучены, они были натренированы в мирных условиях, началась война, и их послали на эту войну, и они не могли поднять голову, командиры говорят, в атаку, они лежат, как воевать с такими людьми, как их поднять в атаку, я вам скажу, такие же примеры были во время Великой Отечественной войны, что же делать, тогда офицер, который обучал их в мирное время, встал и первый пошел в атаку, и глядя на него, несмотря на страх смерти, все эти солдаты поднялись и пошли в атаку, и была одержана победа, и в конце концов они отбили эти острова, но мне не важно политический смысл, я не об этом говорю, а о том, что пример лидеров, он вдохновляет идти за ними, вдохновляет идти за ними, и такими лидерами были первые христиане, одному из одному из них престарел уже был человек, один из лидеров ранней христианской церкви, предложили ты можешь сохранить себе жизнь, просто, ничего не говори, просто, возьми щепоточку фимиама, насыпь на угольки перед статуей императора, и иди домой, мы тебя не тронем, он сказал, вы знаете, сделать это отречься от Христа, он был моим Господом на протяжении многих лет, и я не сделаю этого, и он был казнен, и вот другие христиане, когда они попадали в подобной ситуации, они вспоминали пример своих лидеров и сохраняли стойкость и верность, и поэтому одной из главных причин считается преданность лидеров этому служению, Иисус Петру сказал быть таким примером, Петр говорит, Иисус, я пойду за тобой, пойдешь, пойдешь за мной, будешь в старости, тебя припояшут и поведут куда не хочешь, и таким образом Иисус дал ему понять, как он прославит Христа, читали об этом? То, что Петр, он был распят как раз при императоре Нероне, причем распят на перевернутом кресте, потому что он сказал, я не достоин страдать, как мой Господь, когда его хотели распять, его распяли вниз головой, и этим самым Иисус сказал, ты прославишь меня. Таким образом Евангелие говорит, он прославил Иисуса. Это пример, пример для многих. Иногда мы, сталкиваясь с какими-то небольшими трудностями, уже ослабеваем и начинаем ныть, жаловаться и так далее, и так далее. Но нам сказано в Писании, вы взгляните на Христа, который ради нас претерпел такие мучения. Взгляните на других лидеров и укрепитесь. Вы еще не до смерти сражались против греха. Иногда нас ранит обидное слово, и мы готовы уйти из церкви, оставить Бога. Значит, такова наша вера и преданность. Но настоящий христианин, как говорил, Плиний, вот этот губернатор, настоящий христианин никогда не отречется от Христа. Он был в этом уверен, хотя он не был христианином. Второе, я успею, второе, уверенность в истине, вторая причина успеха раннехристианской церкви, уверенность в истине. вы знаете, в нынешнем мире, а тогда тем более, было все относительно. Помните, Иисус, когда общался с Понтием Пилатом, говорит, те, кто от истины слушают меня. А что сказал Понтий Пилат? Что есть истина? То есть, может быть, истина это, может быть, истина то, один философ говорит так, другой говорит так, у каждого свое мнение. И вдруг приходит Иисус и заявляет об абсолютной истине. И Он говорит, это истина, я. Я есть путь, истина, и жизнь. И в том мире, где все относительно, где у каждого свое мнение, вдруг появляется абсолютная истина. И уверенность в этой абсолютной истине дает силу христианам. Именно из-за этого они едут миссионерами. Они жертвуют своей жизнью для того, чтобы свидетельствовать об истине. Они уверены, что они несут это необходимо для спасения людей. Не философия, не размышления. Апостол Павел говорил, я ученый человек, мог бы философствовать сколько хотите, но предпочел бы ничего быть не знающим, кроме Христа распятого. Он нес эту истину, потому что он говорил, Евангелие это сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Иллину. Он знал, людям надо нести Христа. Ни церковь, ни какое-то учение, ни какое-то ответвление учения. Нужно нести самое главное, Христа. И вот это и было успехом христианской церкви. Они знали, Христос истина. Все, точка. Христос истина. И вот эта уверенность позволяла им побеждать. Третья причина это любовь. Настоящую любовь была между верующими церкви. Враги даже про не говорили, смотрите, как они любят друг друга. Взаимопомощь, близкое общение. Вот в этих небольших общинах люди общались друг с другом, люди делились друг с другом, люди помогали друг другу. И они видели, римляне, то, что если кто-то попадал в больницу или в тюрьму, обязательно его навещают, обязательно помогают. Если кто-то лишился имущества, скидываются и дают. Если где-то голод, другие церкви скидываются и приносят пожертвования, чтобы помочь. И римляне видели это. И согласитесь, что хочется быть среди тех людей, которые тебя любят. в холодном мире, где каждый сам за себя, вдруг есть такое место, где ты знаешь, что ты можешь любить и тебя будут любить. Это была одна из причин успеха ранней церкви. И четвертая причина чудеса. Церковь была полна чудес. Один из отцов церкви где-то во втором веке писал, что первые христиане постоянно видели воскрешение мертвых по молитвам святых. Августин в 4 веке, который жил, говорил, чудеса не имеют никакой другой цели, кроме той, как только помочь людям верить, что Христос есть Господь. Вот в этих небольших собраниях совершались чудеса. Люди исцелялись, люди молились друг за друга и происходили исцеления. И это было свидетельством того, что Христос реален, Христос жив. И поэтому я уверен, что мы с вами должны верить в чудеса, молиться друг за друга, ожидать. Вот у нас было молитва за нужды. Это же не просто формальность какая-то. Это не просто мы Богу рассказали о своих нуждах, мы ждем ответа, мы ожидаем этого ответа, и Он приходит. Я видел много чудес, не только в своей жизни, в жизни близких. Будем верить в это, будем продолжать верить. конечно же чудеса не приводят людей к Богу, но свидетельствуют о Боге. Свидетельствуют о том, что Бог силен действовать и сейчас. Итак, очень быстро я пробежался по истории ранней церкви. Надеюсь, вы что-то уловили из того, что я говорил, что-то получили, что-то вспомнили. Борис, можно? Посмотрите, ранние христиане во враждебном мире, вопреки гонениям, становились только сильнее. Церковь, несмотря на гонения, только росла. Только росла. Иисус сказал в откровении Иоанна Богослова, сказал, будете иметь скорбь дней десять. Послание к одной из церквей. И некоторые считают, что это говорится вот об этих гонениях во времена Римской империи. На самом деле периоды спокойствия и трудностей у христиан меняли друг друга. То есть иногда они жили более-менее в покое, строили молитвенные дома, собирались там, а потом началось очередное гонение. Произошло десять сильнейших гонений в течение первых столетий. Но несмотря на это, церковь распространилась по всей Римской империи. Вот это Римская империя, которая объединяет множество стран. И на всей территории Римской империи, от Египта до Британии, от Испании до Индии, повсюду возникли христианские церкви, большие общины. Повсюду. Христианство как будто бы взялось неоткуда и захватило всю Европу и переоделось. Римскую Азию. И я считаю, что история ранней церкви это удивительнейшее Божье чудо. Удивительнейшее Божье чудо. Первая церковь начала распространяться до краев земли. Это было только начало. Потом мы с вами, когда будем говорить о других периодах церкви, мы с вами увидим дальнейший ее рост, дальнейшее распространение, увидим падение церкви и ее восстановление. Все это увидим позднее. Но вот этот период гонений он закончился, когда на римский престол взошел император Константин, который назвал себя христианином. И многие верующие того времени считали наконец-то. Они вздохнули свободно. Наконец-то. Христианство было узаконено. Это произошло в четвертом веке. Христианство было узаконено. Наконец-то они сказали наши проблемы закончились. И потом, когда мы будем говорить о средневековой церкви, мы поймем закончились ли проблемы церкви или только начались. Но сейчас я хочу, чтобы мы с вами встали и помолились. Меня лично пример ранней христианской церкви вдохновляет и сейчас. Это пример для нас. Во многом пример. Я успел коснуться только самых важных событий. Но согласитесь, что жизнь и служение ранней церкви во многом достойна подражания. Аминь. Я понимаю, никто не хочет умирать за Христа. Вы думаете, я хочу? Но вопрос, а если случится такая ситуация, как ты себя поведешь? Я думаю, что мы себе должны задавать такой вопрос? Мне не нужно это отвечать. Наша жизнь перед Богом проистекает. Насколько мы любим Иисуса? Насколько мы преданы церкви, преднаслужению Христу? Вот в этом вопрос. Какое отношение твоего сердца? вот в этом вопрос? Сейчас нет гонений, слава тебе Господи. Есть небольшие притеснения, и мы уже начинаем переживать. Но я вам скажу, что несмотря на то, что нет внешних каких-то гонений, каждый из нас сталкивается со своим испытанием веры. Каждый из нас. Несмотря на то, что нет сейчас римских императоров, колизеев, каждый из нас встает перед выбором иногда. Выбрать Христа или выбрать что-то другое. Вот этот момент истины, что ты выберешь, поклонишься перед этим миром, или выберешь Христа. Будешь ли ты следовать за Ним всю свою жизнь? Вот в этом вопрос. Давайте будем молиться. Господь, мы знаем, что Иисус и апостолы показали нам пример. Пример того, что наиболее ценное в этой жизни. Что может быть ценнее, чем собственная жизнь. Как Иисус сказал, не бойтесь тех, кто убивает тело, но бойтесь того, кто душу и тело может вернуть в гиену огненную. Призывай нас больше смотреть на Тебя, Господи, чем на обстоятельства вокруг нас. Чтобы мы верили, что мы в Твоих руках, что никакие испытания, трудности и гонения не могут нас отлучить от Твоей любви. я прошу, Господь, сейчас за всех верующих, которые молятся в данный момент, помоги нам, столкнувшись с гонением на работе, в семье или еще где-то, сохранять Тебе верность. Дай нам Тебя бояться больше, чем бояться людей. Отношения с Тобой ценить больше, чем отношения с людьми. Помоги нам, Господь, в этом. Если мы сталкиваемся с каким-то испытанием, дай, Господь, нам уверенность, что вместе с Тобой мы пройдем через каждое испытание, через каждую трудность и каждую проблему. Я молюсь сейчас, Господь, за тех, кто, может быть, оказался в тупике, кто не может справиться с обстоятельствами. Помоги, Господь, укрепиться надеждою и верою в Тебя. Помоги, Господь, взяться, взяться за Тебя, Господь. Ты даешь нам руку веры, помоги нам ухватиться за эту руку и стоять твердо посреди любых трудностей, разочарований и испытаний. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя. Мы верим, что, как Ты не оставлял церковь, как Ты не оставлял этих христиан, которые шли за Тобой через все трудности, так и сегодня Ты не оставляешь ни одного из нас, потому что Слово Твое говорит, я с вами во все дни до скончания века. Никого Ты не оставляешь, ни одного человека. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе. Исцеляй наши сердца. Исцеляй нас от обиды, от разочарования. Исцеляй, Господь, нас от сомнений. Абсолютно истина существует. Это Иисус. Господь, если кого-то сейчас тревожат сомнения, пускай придет вера не от меня, но твоего духа, укрепи, укрепи каждого из нас в вере в Тебя. Ты есть истина, Ты есть путь, Ты есть жизнь. И нету другого пути, который ведет нас в вечность. И мы следуем за Тобой, Господь, и будем следовать всегда. Аллилуйя. 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 Я думаю, Бог еще очень много хочет нам сказать. Пожалуйста, приходите на эти занятия. Кому-то, может быть, покажется более трудным воспринимать учение, а не проповедь. Трудно, может быть, слушать факты, какие-то разборы, но поймите, что именно Слово Божие является странительным материалом нашей веры. Нужно знать его. Приходите на эти собрания. Екатеринбург. Екатеринбург.